Первый GPU в мире. Видеокарта из прошлого столетия. GeForce 256. Сегодня у нас на обзоре. Погнали! На самом деле, NVIDIA сами дали определение, что такое GPU. Вставка из википедии будет внизу на экране, а по факту они под этим подразумевали графический процессор, способный обрабатывать 2D и 3D графику, а также производить геометрические расчеты. Геометрическая часть, занимающаяся TNDL, а также клиппинг-операциями, выделял GeForce 256 среди конкурентов, так как позволял оградить процессор от 60 до 90% затрачиваемых на вычисление ресурсов. Также в GeForce 256 была реализована 4-конвейерная архитектура. Это означает, что за каждый такт может отображаться 4 пикселя. При заявленной тактовой частоте в 120 МГц мы получаем величину скорой заполнения сцены в 480 млн пикселей в секунду. Однако каждый конвейер у GeForce 256 имеет по одному блоку текстурирования. Это означает, что в приложениях, использующих технику мультитекстурирования, когда на один пиксель накладываются две текстуры, величина Fill Rate при той же тактовой частоте в 120 МГц снизится до уровня в 240 млн пикселей в секунду. Качество изображения также существенно улучшилось. Это была первая видеокарта NVIDIA с поддержкой DirectX 7 и OpenGL 1.2, что позволило использовать Cube Environment Mapping для отображения зеркальных отражений и зеркального света. И еще интересно то, что пока NVIDIA рассказывала про свой первый в мире GPU и про то, что мир после их презентации изменится навсегда, соседняя компания из Калифорнии представила свой GPU, Savage S2000. Как мы все знаем, маркетинг компании NVIDIA удался, и видеокарты стоимостью в 290 долларов подались хорошим тиражом. В то же время компания S3 обанкротилась уже через 4 года. Победа NVIDIA! После того, как мы пробежались по теории, давайте посмотрим, что же позволило данной видеокарте в далеком 1999 году занять ведущие позиции на рынке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На самом деле в конце сложности. Субтитры создавал DimaTorzok До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok